Добрый день! Вы смотрите новости на телеканале Катунь 24. Коротко о главных событиях Алтайского края расскажу вам я, Кирилл Гусев. Татуировки стали неотъемлемым атрибутом образа современных молодых людей. Но чем может грозить здоровью такая живопись? Петербургский театр «Особняк» впервые приехал с гастролями в Барноул. С экзистенциальной драмой «Машина едет к морю». В чем особенность, расскажем в выпуске. Алтай для него стал вторым домом, при том, что от родины его отделяют тысячи километров. Врач родом из Сирии, работает в новоалтайской больнице. В Барноуле Тойота сбила 11-летнюю девочку у остановки в районе казенной заимки, сообщает ГИБДД города. По предварительной информации, за рулем был мужчина 40 лет. ЧП случилось, когда ребенок переходил проезжую часть. В результате аварии девочка получила травмы. Ее госпитализировали в горбольницу номер один. Полицейские проводят проверку. К другим темам. Накануне вся Россия отмечала День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел. В Барноуле прошла панихида по погибшим. Отдать дань памяти пришли действующие сотрудники Главного управления МВД России по Алтайскому краю, курсанты юридического института, ветераны и близкие погибших. На сегодняшний день на мемориал памяти Алтайского края занесены имена 524 погибших в чеченских войнах сотрудников. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Добавлю ранее, начальник МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян поздравил солдат, которые сейчас несут службу на Северном Кавказе. Этот отряд уже почти два месяца вдали от Малой Родины. Наиболее отличившимся сотрудникам Андрей Подолян вручил почетные грамоты и нагрудные знаки отличники полиции. Напомню, завтра вся страна будет отмечать День сотрудников органов внутренних дел. К другим темам. Татуировки стали частью образа практически каждого второго современного молодого человека. По статистике, из 10 клиентов, обращающихся в тату-салоны Алтайского края, лишь только один наносит тату впервые в жизни. Буквально за последние несколько лет все мы резко поменяли наши отношения к татуировке. И как к культуре, и просто как к рисункам на теле у наших друзей и знакомых. Татуировкой перестали кичиться. Ее перестали бояться, запрещать или делать в качестве протеста. Теперь это практически норма, глубоко проникшая в нашу повседневную жизнь и массовую культуру. В тату-салонах края сделать татуировку стоит от одной до десяти тысяч рублей. Первую татуировку сделал в 21 год. Это тут такая пчела на груди, механическая. Решился, долго думал. Давно хотел татуировку, потом решился, все-таки пошел на сеанс, записался. Все, пришли, сделали. Очень необычно было. Все было круто. В процессе много раз, много мыслей меня посещали, всяких разных и отказаться. И потом, ну, я до конца вытерпел. Это еще такое болезненное место было именно на груди здесь, прям на грудной клетке, на костях. Хоть технологии и безопасность шагнули вперед, риск получить заражение все-таки остался. Метики предупреждают, если вы решили посетить тату, в салон необходимо обращаться только к квалифицированным специалистам. Самый опасный этап – это нанесение рисунка на кожу. Если мастер пренебрегает безопасностью, пользуется некачественными материалами и не обрабатывает кожу, то высока вероятность получить заражение. Во время ухода необходимо обрабатывать татуировку антисептиками. Организм воспринимает пигмент, то есть краску, как чужеродный организм. От этого могут возникнуть воспаления и зуд. В таких случаях надо тут же обращаться к медикам. Чем больше пигмента вводится в кожу, тем больше антител выделяется в организме. В плане аллергии может быть тяжелее она протекать. Если есть предрасположенность, тем более. Если большая раневая поверхность, да, и уход достаточно, за ней более серьезный должен быть, то есть больше риск инфицирования. Насколько опасно посещать тату-мастера на дому? И что лучше выбрать, татуировку в стиле олдскул или ньюскул? Какой рисунок подобрать, чтобы потом не пожалеть? Об этом в программе интервью дня расскажет тату-мастер Александр Рожнов. Другим темам. Спустя 30 лет жильцы одного из многоквартирных домов Барнула все-таки добились капитального ремонта. Сейчас там устанавливают прочную и нержавеющую крышу по программе капремонта многоквартирных домов. Подробности узнала Елизавета Конева. Этот дом по улице Антона Петрова, 217. Его построили еще в 70-х годах прошлого века. И за почти 40-летнюю историю ремонт тут ни разу не делали. Покрытие крыши и шифера пришло в негодность, а прогнившие деревянные конструкции кровли стали опасны. И даже то, что во многоквартирнике живут ответственные жильцы и за капремонт платят исправно, ничего не поменялось. Только с приходом нового домкома начали капремонт. Сначала та самая крыша. Ремонт начали с переустройства кровли. Далее утеплили фасад, установили новую погодозависимую автоматическую систему теплоснабжения и снегозадержания. Завершится все установкой современного кровельного покрытия. Асбестоцементного листа. Это была наша инициатива с советом дома. То есть, когда технический отдел посоветовал, посоветовал, что есть материал у нас такой или такой. То есть, мы залезли в интернеты, мы почитали характеристики. И нас это вообще капитально... Ну, как бы все хорошо устроило. То есть, сложились так в течение обстоятельств, что мы решили создать именно вот такую крышу своему дому. Асбестоцементный лист имеет специальную защиту. По словам инженеров, такой материал долговечнее привычного шифера и в цене экономичней. На данном доме применяются новые технологии. Ну, это новый материал. Асбестоцементные листы с декоративным покрытием, что отличается от простого шифера. Это соотношение цены и качества. Срок эксплуатации составляет 30 лет. Это довольно-таки прочный материал. И, в принципе, красивый. Стоимость такой крыши больше трех миллионов рублей. Работу планируют завершить в середине декабря, до наступления январских морозов. Всего же по новой технологии в Барнауле отремонтировали уже больше 80 крыш. Елизавета Конева, Анатолий Фукс, Новости. Алтай для него стал вторым домом. При том, что от родины его отделяют тысячи километров. Врач родом из Сирии, работает в новоалтайской больнице. Как учеба по обмену в Барнауле помогла исполнить его заветную мечту и почему не хочет уезжать с Алтая, узнавала Анастасия Борисова. Ради мечты Сэм преодолел 5000 километров. Вот уже 10 лет он не живет в родном сирийском городе Хама, а лечит людей в Барнауле. Сэм всю жизнь хотел стать врачом, но в Сирии всего два медицинских вуза, и поступить туда крайне сложно. Здесь по обмену в медицинском он выучился на уролога, а сейчас проходит ординатуру, чтобы стать хирургом. У нас считается, что врач – это между Богом и человеком. Все уважения. Ну, это интеллигентная специальность. Если спросить каждый ребенок у нас в арабских странах, кем будешь, он говорит сразу – врач. Ну, это для всех мечта. После ординатуры прямиком на работу. Каждый день Сэм ездит в Новоалтайск. В первой поликлинике он работает урологом. Здесь его знает каждый второй пациент. Всегда интересуется, как дела. Спрашивают, как привыкал к сибирским морозам. Говорит, ради невероятных алтайских пейзажей готов всю зиму укутываться в теплую одежду. Я ездил далеко в горный Алтай, до границы Монголии. Поднялся на горы, на Белуха, Кошагаш. То есть это интересно, потому что не похоже на наш климат. А что есть в город, это можно хоть и где посмотреть. Поэтому каждое лето Сэм встречает в горах. Регулярно участвует в международном форуме «Алтай.Роста». На одной из площадок он рассказывает о межнациональном взаимодействии. А знание четырех языков ему пригодилось в международной летней детской деревне Алтай. Там он уже пять лет работает вожатым. Говорит, алтайская природа, общение с талантливыми детьми и любимое дело не оставили у него сомнений в том, что Алтай – поистине его главное место силы. Сейчас я уже боюсь туда ехать, потому что я уже чувствую, что здесь мой дом. Анастасия Борисова, Антон Червяков. Новости. Петербургский театр «Осовняк» впервые приехал с гастролями в Барнаул. С экзистенциальной драмой «Машина едет к морю». Впечатлениями от премьеры делятся наши корреспонденты. Говори со мной, Виктор! Говори! Услышать друг друга и понять, когда вокруг пустота – вот что пытаются сделать главные герои постановки. Слепой дед и его аутичный внук Виктор. Каждый из них находится в личном коконе и выбирают свой язык общения с миром. Дед разглагольствует о вечном, идеальном существовании смерти и времени. Внук-аутист рисует карандашами. Этим ограничивается индивидуальное существование героев, вся их жизнь. «О том, что наша жизнь проходит, а машина едет. И куда она едет, нам не в этом. Мы же живем на космическом корабле, мы же летим, только мы забыли. Придумали какие-то деньги, какие-то взаимоотношения. Все придумали и в это играем. Потому что жизнь – это тоже театр, только он неосознанный. А это осознанный театр. Где осознанный театр провоцирует на размышления неосознанных». Главные роли в постановке играют Дмитрий Поднозов и Алиса Олейник. Несоответствие ее персонажа Полу не должно смущать зрителя. «Машина едет к морю» – это метафизический театр, где важно внутреннее тождество актера и героя, а не внешнее. «Я есть Виктор. Я когда слушала эту пьесу, я понимала, что это я. Поэтому мне входить особенно… То есть, это все про меня». На сцене минимум декораций. Стол, два стула, бутылка и граненый стакан. Скудный интерьер подчеркивает пустоту, которая возникает между героями или в их отчужденности от окружающего мира. «Мы живем на земном шаре, и нам никуда не деться. Это тоже замкнутое пространство. И нас все больше и больше. И какой-то выход. Он в этой пьесе есть. Выход – это преодолеть себя и энтропию собственной жизни, покинуть комнату навсегда и уехать, например, к морю. Что и пытается сделать Виктор, аутичный мальчик с карандашами. Яна Аксенова, Волислав Кириенко, Дмитрий Козерлыга. Новости. На этом у меня все. Увидимся в следующих выпусках.